Итак, в данном виде ролики я бы хотел сделать ответ на вопрос касательно того, чего ожидать от рубля в дальнейшем. Но смотрите, во-первых, начнем с того, что берем сейчас с вами базовый горизонт до 2031 года, 10 лет. Вы должны понимать, что капитализм это не абсолютно идеальная система, мироустройство. Почему? Потому что капитализм имеет свойство возобновлять экономические циклы. Почему происходят кризисы, особенно сырьевые? Правильно, они происходят из-за того, что растут, как правило, запасы сырья в хранилищах. Вот, например, сырьевые кризисы. Обвал 2008 года, обвал 2014, обвал 2018, обвал 2020. На фоне чего? Правильно, на фоне переизбытка нефти в мире. И все, на самом деле, в экономике и в мире зациклено вокруг сырьевого, то есть товарного рынка. И это, в принципе, логично, это понятно. Это даже нормально. Но, проводя корреляцию нефти с парой рубль-доллар, я могу сказать одно, что мы переизбыток все равно получим по рынку нефти. Это будет не сейчас. Это может быть лет через пять. Почему? Потому что, к примеру говоря, издание Bloomberg с отсылкой на какие-то другие инвестагентства делало недавно прогноз о том, какие сейчас запасы нефти в мире и, соответственно, будут ли они в дальнейшем снижаться. И да, так оно и есть. Запасы нефти будут дальше снижаться. Вот сейчас, точнее, данный график идет до июля 2021 года. Соответственно, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, вообще все широкие арабские страны, то есть Ближнего Востока, они сообщают, что рост профицита нефти, то есть рост предложения нефти в мире будет расти с декабря 2021 года. И, соответственно, по отчетности мы подобное увидим только в начале 2022 года, скорее всего, за итогом первого квартала 2022 года. Соответственно, как будет рост предложения на рынке нефти реагировать на саму стоимость нефти, цену нефти? Будет она под давлением, по факту. Если резон сейчас ожидать широкого энергетического кризиса на всей планете, отчасти да, отчасти нет. Очень много производных факторов, которые сейчас никак нельзя наперед предсказать. Потому что если вдруг произойдет тот самый, ожидаемый многими, подчеркиваю, многими аналитиками, изданиями, инвестблогерами и прочими гражданами, назовем так, по всей планете, Если этот энергетический кризис произойдет, то мы увидим просто конкретный рост цен на сырьевые товары. На факторе чего может пройти энергетический кризис? На факторе дестабилизации энергетической системы в мире. На факторе срыва логистики, поставок и прочего. А если цена на сырьевые товары будет и дальше расти, мы получим дальнейший серьезный рост инфляции в мире. И повторяюсь, здесь уже никак федеральная резервная система, даже если они ставку решат повысить, не получится сбить инфляцию. Повторяюсь это как в который раз. Вся проблема кроется в мировой логистике, в мировой экономике. Из-за издержек пандемии ковида эти проблемы всплыли на поверхность. Это вот первый нюанс, который необходимо учитывать. И да, соответственно в дальнейшем все равно, возможно к концу текущего экономического товарно-сырьевого цикла, мы получим рост объемов нефти в этих самых нефтехранилищах. В частности на факторе того, что страны ОПЕК и страны не входящий ОПЕК в дальнейшем также будут нефть потенциально в больших объемах пропорциях добывать. Это неизбежно. Соответственно и данная ситуация, она рано или поздно приведет мир к еще одному сырьевому кризису. Это неизбежный циклический процесс. Ну и соответственно в этом факторе обвал цен на сырьевые товары мы вновь увидим. И что будет с рублем в такой ситуации? Если рубль, доллар и дальше будут торговаться на текущих эшелонах, я подчеркиваю еще раз, что сейчас рубль удержат от излишнего укрепления. В прямом смысле этого слова. Потому что экспортерам сейчас, российским, очень выгодно продавать свое сырье, будь это нефть, газ, металл и прочее, по довольно высоким ценам. Почему? Потому что цены сырьевого товара сейчас заоблачные. Большинство из них я имею ввиду. И соответственно государство от этого получает дополнительную прибыль. Как она выглядит? Таким образом. Есть налоговые периоды каждый месяц. То есть экспортеры получают выручку, ее в дальнейшем конвертируют в рубли, выручку, эту валютную выручку в рубли. И соответственно из этой выручки, рублевой уже, которую за счет валютной переоценки они получили в денежной массе больше, чем раньше. Особенно тогда, когда нефть стоила по 80 долларов. Вот к примеру. Сентябрь 2018 года. Нефть по 80. Сентябрь 2018, доллар по 65. То есть раньше, в этот период времени, выручка рублевая у экспортеров была меньше, чем сейчас. А сейчас она за счет того, что валюта торгуется на своих высоких уровнях, больше, чем тогда. Я думаю, в логике понимаете. Поэтому государству, в принципе, выгодно удерживать рубль на текущих эшелонах. 69,75. Вот диапазон боковой. Боковик, абсолютно боковик. И, внимание, если, допустим, государство будет дальше удерживать при нефти в 90, пусть даже при нефти в 100, условно говоря, доллар-рубль по 70, да, будут гиперприбыли, гипердоходы. Но, черт возьми, когда мы будем натыкаться на уже потенциальные издержки в будущем, в преддверии сырьевого кризиса, в преддверии новой глобальной экономической рецессии, и когда цены на сырьевые товары будут падать от своих максимумов исторических, и, повторяюсь, если рубль-доллар будет торговаться на уровне 69, 70, 70, 72, 73, 74, 75, у нас вынос фееричный будет уже на 90 и выше. Рубль-доллар. Это не Армагеддон, это обычно макроэкономика, техническая анализ, не более того. Я вам просто сейчас озвучу, как вообще весь процесс этих рецессий воспроизводится. Вот этот фактор необходимо понимать. Поэтому на горизонте 10 лет мы рано или поздно такую ситуацию получим вновь. Почему? Потому что рубль сырьевая валюта. А таких сырьевых валют в мире очень много. Российский рынок это развивающийся рынок, нефтегазовый рынок. Этот фактор тоже необходимо учитывать. И поэтому, отвечая на вопрос, актуально ли вообще подкупать как вариант валюту на перспективу 10 лет, к примеру говоря, да оно всегда было актуально. Будь это царская Россия, будь советская Россия, будь современная Россия. Чтобы при царской России государство было развивающимся рынком, то есть Российской империи. Что Советский Союз, Советское государство было развивающимся рынком. Таким же сырьевым, таким же промышленным. Что сейчас Российская Федерация? Развивающийся промышленность, сырьевой рынок. И не более того. Как говорится, идти до уровня развитого рынка нам еще очень долго. Это займет не одно десятилетие. Потому что, чтобы перейти в фазу развитого рынка, необходимо развивать уже все возможные иные технологические секторы экономики. А сейчас такого в Российской Федерации нету. Базовую ставку делать на сырьевой рынок. И вот когда будет уже глобальная энергетическая перестройка, как Российская Федерация себя поведет в такой ситуации, я, честно говоря, не знаю. Я просто понимаю, опять же, из истории, что когда Россию припекают на какие-то реформы, когда мир уже диктует, говорит, что вот, такая-то повестка дня, нам нужно что-то делать. Что Советский Союз, что Российская империя, что Русское царство, что Киевская Русь, что Российская Федерация. Галопом эти реформы тоже принимают. Галопом. То есть резкий вынос реформ, да, то есть резкая реформация государства. И потом стагнация лет там на 20-30. Вот как, скажем так, исторически сложилось. Но по факту лучше всего все возможные реформы обмозговывать наперед, естественно. И принимать их по мере, не по мере того, когда припекает, а по мере того, что диктует мировое сообщество. Вот, например, сейчас говорят про альтернативную энергетику, про возобновляемый сучок энергетики. Мы, черт возьми, к этому однажды придем. Это неизбежно. Это тот самый процесс энергетической реформы, которую мир обязан будет на себя принять. Но это будет, опять же, не сейчас, не через 5, не через 10 лет. Возможно, даже не через 20 лет. Может быть, действительно будет к 50-му году подобные ситуации выстраиваться. Но важно понимать то, что по мере развития этой энергетики, новой энергетики, в кавычках, безопасной энергетики, хотя там бездержек в ней очень много, и намного больше, чем в углеводородной энергетике. Но, так сказать, мировое сообщество диктует эти условия, и многим странам необходимо под эти условия подстраиваться. Что России, что Китаю, что Ближнего Востока, что другим странам. Ну, тут не играет роли. И, соответственно, по мере развития новой энергетики, мы получим снижение спроса на старую углеводородную энергетику. И в перспективе рубль все равно будет падать. Понимаете? Какие будут мировые валюты потом, может быть, доллар останется. Евро-то 100% останется, юань будет. Активно обращаться в мире. Потому что сейчас китайцы, к примеру говоря, очень хитрый ход конем делают. Они привлекают на свой рынок иностранные капиталы именно на гонконгскую биржу. И, соответственно, на внутреннюю китайскую биржу. То есть, Шанхай, Шейнджен, если не ошибаюсь, пекинская биржа теперь заработала. И эти деньги приходят в виде юаней и в виде гонконгского доллара. Соответственно, чем больше капиталов в Китай приходит иностранных, то есть доллар и евро, там рубли пусть даже, конвертируют в китайскую валюту, юань, тем сильнее эта валюта укрепляется, тем сильнее возникает спрос на эту валюту. Соответственно, даже сейчас в некоторых странах Западной Европы юань стал новой альтернативной валютой. То есть, резервной валютой. То есть, доллар, евро и юань. Вот такой нюанс. Поэтому экономическое влияние Китая, оно все равно будет с годами расти. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АТР, так называемая. Вот, и поэтому второй нюанс, повторяюсь, это снижение спроса на старую энергетику углеводородную и рост спроса на новый вид энергетики, то есть, альтернативную. В такой ситуации нефтегазовые доходы в государстве российском будут падать и, как следствие, рубль будут также очень сильно приспускать. По отношению к будущим уже мировым валютам. Будь это цифровые валюты, будь это фиатная валюта, не играет роли. Повторяюсь, роли не играет. Второй нюанс, который я сейчас озвучил, тоже необходимо учитывать. То есть, я веду к тому, что рубль все равно будет падать на горизонте долгосрочного периода времени. Иной момент, который я хотел бы озвучить, это недавняя пресс-конференция Эльвира Набиольны, ну, в качестве главы ЦБРФ, она была, по-моему, в понедельник, текущий, 15 ноября, если мне память не изменяет. Тут статейка есть. Я понимаю, что вы уже толком ни во что не верите. В СМИ, в издания, прочее. Я вот постараюсь привести новость эту из более или менее нормального издания. Нигде там бла-бла-бла и инфошум, а где хотя бы за свои слова отвечают. Внимание. Эльвира Набиуллин связала рост инфляции с поведением россиян. Сейчас посмотрим. Руководитель ЦБРФ Эльвира Набиуллин заявила, что в увеличении инфляции есть вина граждан страны. По ее словам, люди начинают больше тратить и меньше сберегать. Также они больше покупают, используя в том числе кредиты. И теперь видно, как растет потребительский кредит. Посмотрите, я бы на этом абзаце хотел более подробно остановиться и перевести то, что она сказала сейчас, на русский язык. Еще раз цитирую. Люди начинают больше тратить и меньше сберегать. Мы тоже сейчас с партнером по нашему проекту эту тему более детально обсудили и пришли к единогласному заключению о том, что покупательная способность российской валюты, естественно, падает. Естественно, имеется абсолютно понимание, что традиционной инфляционной спирали нету у нас в Российской Федерации. То есть зарплаты так прям массово не растут. Соответственно, инфляция по мере роста зарплат тоже не растет. У нас чуть иная ситуация. Я вам сейчас расшифрую. У российского населения, если мне память не изменяет, на банковских вкладах находится чуть выше 40 триллионов рублей. 40 триллионов рублей. Внимание. Сумма гигантская. Внимание. Сейчас в рамках мировой инфляции в Российской Федерации, будучи импортером этой же инфляции за счет роста ценно-сырьевых товаров, за счет издержек в макроэкономике в виде логистики, цепочек поставок и прочего, тоже инфляция рублевая растет. Потому что цены на мировом рынке товара также растут. И общество российское понимает, что, блин, вот держишь на фладе под 8-9%, и понимаешь, что, елки-палки, а что будет так через год? Инфляция там в 15%. Ну, почему у нас население так думает? Потому что многие пережили 90-е, многие понимают, что было в 92-м году гиперинфляция, что было потом в конце 90-х, дефолт. И этого боятся. Это, в принципе, нормально, что они остерегаются. То есть они помнят опыт предыдущих лет, как сгорала покупательная способность рублей. И поэтому население российское, соответственно, сейчас больше денег тратит со своих сбережений, вкладов и прочего. И покупать все необходимые товары по текущей цене. Пока все это не стало дорого. Что они покупают? Продовольствие, электронику, автомобили, квартиры, там, все что угодно. Другой момент. Ну да, люди начинают больше тратить и меньше сберегать. Другой момент. Также они больше покупают, используя в том числе кредиты. Ну, извините меня, вы сами довели до того, что в стране по факту имеется кредитный пузырь. То есть я понимаю, что это была своего рода необходимость снизить ключевую ставку до уровня 4% в момент разгара рецепт, чтобы тем самым простимулировать кредитный рынок, чтобы страна, государство более или менее плавно выходило из этого кризиса. То есть 20-го года, именно ковидного, когда все эти были самоизоляции, так называемые локдауны и прочее. Остановка экономики и прочее. По этому понятным. Ну и, соответственно, общество российское пользуется тем, что сейчас ключевая ставка более или менее пока еще низкая. И как следствие, они покупают то, что еще более или менее дешево. Потому что действительно в будущем вот эти товары будут дороже, извините меня. Не говорит, что мировая инфляция остановится здесь и сейчас. В 2022 году подобная тенденция будет продолжаться. Инфляция будет и дальше расти. То есть картину на 2022 год мы уже с вами прекрасно понимаем. Другой момент. Она говорит, что и теперь видно, как потребительский кредит растет. То есть она намекает на то, что пузырь надувается. Будь это рынок ипотеки, будь это потребительский рынок, будь это другие рынки кредитования. Проблема ли это? Да, конечно, это большая проблема. Далее. Я ее цитирую. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали. Отметила Эльвира Набюльна в ходе заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку. Еще раз цитирую. Внимание. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали. Знаете, есть консервативный вид инфляционной спирали. Повторяюсь, когда зарплаты растут и растут цены, это нормальная инфляционная спираль. Это какой-нибудь, к примеру говоря, преподаватель в Удмуртии получает зарплату, условно говоря, 25 тысяч рублей. Ему зарплату подняли до 29 тысяч рублей. Соответственно, цены товара тоже слегка подросли. Но это нормальная инфляция, инфляционная спираль. А ту, в кавычках, инфляционную спираль, которую мы видим сейчас, хотя я могу поспорить, что это не инфляционная спираль, это немного пожестче, чем инфляция. Но попозже поговорим. Но то, что мы видим сейчас, это несет в себе временный характер. Тогда, когда население просто покупает товары, пока они еще дешево стоят. И, с одной стороны, это необходимость так поступать. Повторяюсь, потому что инфляционные тренды все равно будут оставаться в 2022 году. Не думайте, что вот-вот сейчас ФРС вмешается с Центральным Банком США, ставку резко поднимут, инфляцию собьют. А, не собьют они инфляцию. Они могут и на время остановить. На инфляционном плату. Извините меня. А дальше она продолжит расти. Почему? Издержки ковида. Цепочки поставок нарушены абсолютно. Большая проблема, соответственно. Другой момент. По словам главы ЦБРФ, при такой картине экономику ожидают временные проблемы, однако эффект от них может быть долгосрочным. Она подчеркнула, что при росте цен на товары триггеры, к которым относятся и продукты питания, инфляционные ожидания населения подогреваются. Что значит инфляционные ожидания населения? То есть общество понимает, что инфляция, то есть рост цен на товары будет и дальше расти. Я приведу банальный пример. Говядина, свинина подорожали в два раза. Офигеть не встать, не так ли? Вот так вот. И общество понимает, что, блин, надо что-то делать, надо покупать. Они бегут покупать. Это нормальная психологическая воля изъявления. А еще глава ЦБРФ допустила, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки, которая уже составляет 7,5%. По ее словам, нельзя пропустить, по ее словам, инфляцию нельзя пропустить, так как она разрушает благополучие. И этим объясняется возможность удержать ключевую ставку низкой. На самом деле, вот многие, конечно, ее критикуют, потому что она ключевую ставку сейчас резко поднимает, но я считаю обратное, что, учитывая, какой кредитный пузырь в этой стране надут, ставку нужно по зарез поднимать даже выше 10%. Почему? Потому что, черт возьми, эта страна еще ни разу не переживала ипотечные кризисы. Если она, например, ипотечные кризисы, будет тотальный хаос в экономике. Это, опять же, внутри российской рецессии будет, внутри российский кризис. Нужно ли это тако, вновь, так сказать, такие острые углы, на них натыкаться, на эти же самые грабли? Я думаю, что не стоит. Поэтому, правильное дело, что ставку поднимать. Я понимаю, что из этого бизнес хромается, но, опять же, как я вам говорил в одних из наших последних видео, в Российской Федерации экономика командно-административная. Акцент государства ставит на олигополе. Извините меня. Сектор ритейла, что там, все частники, что ли, да нифига подобного. Магнит, пятерка, X, ну, то есть, X5 ритейл, группа, Магнит, X5 ритейл, там, какие-то другие у нас там есть еще, универсамы, так называемые. Нефтегазовый сектор, тоже олигополе, банковский сектор, олигополе. Да везде олигополе, на самом деле. Поэтому, поддерживать тем самым малый и средний бизнес, это тоже, в рамках командно-административной экономики, не имеет никакого смысла. Потому что, этого малого и среднего бизнеса лишь 30%. 70% это государственная и окологосударственная компания Российской Федерации. Остальные 30% это, по факту, частники. Все. Что будет с ними, ну, как бы это снижение звучало, особо не беспокоит никого. Поэтому ставку они поднимают для того, чтобы сбить этот кредитный пузырь. Собьют ли они спрос на кредитование? Бог его знает, время покажет. Не могу даже предположить, что будет в такой ситуации. Надеюсь, что собьют, потому что не хотелось бы на такие острые глупности напираться. И внимание, но если вдруг кредитный пузырь в стране лопнет, проблема будет фатальной для рубля в любом случае. Это, на самом деле, пошатнется сильно банковский сектор. Потому что брешь в балансе банков будет расти. Невозвраты по кредитам и прочее. То есть, банковский кризис, такой ситуации очень вероятен. Соответственно, и в такой ситуации государство сейчас и копит, скажем так, подушку безопасности на черный день. То есть, в преддверии, как мирового долгового кризиса и по вероятности российского банковского кризиса. То есть, копит, копит, копит деньги по текущей цене на нефть и удержание рубля-доллара, рубля-евро на текущих эшелонах. Чтобы как можно больше в ФНБ денег затащить, там, в ЗВР деньги запихнуть, чтобы на черный день всего хватало. Ну, ты иными словами живем от кризиса до кризиса. По-любому, по-другому нельзя сказать. Вот пока такие реалии, развивающие гуся рынка. Поэтому повторяюсь, если вы, скажем так, человек инвестор, долгосрочный инвестор, конечно же, лучше всего в валюте все это покупать. Потому что, к примеру, я, я, я спекулянт. То есть, я работаю в среднесроке. И спекуляция как на российском рынке, на американском, на китайском. Поэтому я понимаю, что однажды мне придется тотально переобуться и возможно на все бабки войти именно в валюту. Очень даже, вероятно, я не спорю. Но повторяюсь, это будет не в ближайший как минимум год. Я вообще полагаю, что в предстоящем году, да, инфляция будет дальше расти, сырьевые товары будут более или менее, так сказать, стоить либо на текущих уровнях торговаться, либо выше текущих, там уже время покажет. Ну и, соответственно, рубль-то и не рухнет. Ну и рынок российских тоже не рухнет. Тут, понимаете, на 2022 год перспектива заключается в том, что дивидендно-доходность наша компания будет довольно высокая по итогам 2021 года, потому что на сырьевые товары были высокие. Как следствие, рынок этот фактор будет удерживать. Ну и в плане рубля, думаю, потрясения тоже никаких ожидать пока и не стоит. Даже, примеру, если эти чудики из ФРС США поднимут ключевую ставку до уровня, не знаю, 0,5 или 1%, ничего критического не будет для рынка, никак. Даже в такой ситуации на рынок нефти давление-то тотальное оказывать не будет. Но и, внимание, они таким образом даже инфляцию не собьют, американцы. Это надо тоже учитывать. В моменте, конечно, рубль просядь, доллар подрастет, но это в моменте все. Все в моменте. По крайней мере, в ближайший год я лично бы не ожидал какого-то коллапса в экономике, мировой, российской, не играет в роли где. Это маловероятно. Но в перспективе 10 лет, естественно, валютную позицию лучше копить. Потому что, повторяюсь, вот три вам развития событий. Это сырьевой кризис на факторе сильного переизбытка сырья в мире, что повлияет на цену в дальнейшем. Второе, это ипотечный, то есть банковский кризис внутри российский, тоже не особо приятно на рубль повлияет. То есть иностранные капиталы будут убегать, соответственно, они будут из рублей убегать в доллары. Ну, то есть иностранцы в такой ситуации будут продавать просто-напросто российские акции, российские государственные облигации, причем неважные облигации, будь это евробонды, то есть в евро, в долларах, РУС-28 и РУС-43 эти ОФЗ в валюте номинированы, будь это облигации ОФЗ, скажем так, рублевой массе, которые в рублях номинированы, не играет роли. Побег капитала с российского рынка равен росту курса доллара и евро. Они будут валюту, то есть выходить. Ну и в принципе все, эти два основных фактора, они играют важную роль. Все-таки я думаю, вот подводя итог, поддаваться тотальному Армагеддону смысла нет никакого. Просто надо, опять же, понимать, кто вы в рынке, или среднесрочник, или долгосрочник. Повторяю, долгосрочник, конечно, копите валютную подушку, она вам пригодится рано или поздно. Вот. Если вы среднесрочник, то смотрите за трендами. То есть то, что мы публикуем на наших медиаресурсах, как мы поступаем, это в принципе отражение той или иной макроэкономической ситуации, которая имеется в мире и в России в том числе. Просто излишний раз не стоит поддаваться панике тотальному Армагеддону и думать, что вот-вот все будет очень плохо. По крайней мере, сейчас что мы имеем? Сырьевой цикл, товарно-сырьевой. Спрос на сырье высокий. Проблемы с поставками есть. Логистика, издержки. Соответственно, инфляция будет и дальше расти, даже скорее всего, на протяжении всего 22-го года. ФРС маловероятно будет ставку поднимать в ближайшие даже в 7-8 мест, то есть в преддверии летнего периода 22-го года. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Если будет Лаэль Брейнард, она вряд ли вообще ставку поднимет в 22-м году. Даже при инфляции пусть в 10% в США не играет роль. Останется, если Джером Пауэлл, о чем мы узнаем в конце текущей недели, о будущем главе ФРС, то ставку поднимут вполне резонно только в конце 22-го года. Ключевой итог, поднимут ее не на 2-3%, а на 0,25%. Это копейки, по факту. Да, я понимаю, что сейчас участники рынка в индексе доллара отражают потенциальный рост ключевой ставки, потому что большинство участников рынка все еще верят в словам регуляторов, ФРС, то есть я-то им уже давно не верю. Я им, честно говоря, не верю уже, не знаю, года 3-4, наверное, потому что я прекрасно понимаю, что у них монетарная политика, она кривоносная, и они сами себе во многих вещах противоречат. Поэтому под такую ситуацию я сейчас и делаю ставку, покупаю, к примеру, серебро, потому что понимаю, что инфляция будет расти, и, соответственно, цена на этот металл будет тоже расти, то есть переоцениваться в пользу роста. Вот. Ну и ключевую ставку вряд ли они поднимут в ближайшее время. Как бы тут, чего рынок не ожидал, они ведь всего лишь ожидания в индексе доллара отражают, то есть отыгрывают эту новость заранее, а якобы о повышении ключевой ставки. Но этого не будет сейчас. Вот. Ну и по крайней мере сейчас сырьевым кризисом никак не попахивает, вообще нет. То есть запасы на сырьевых рынках низкие, невысокие, и как следствие веет ли энергетическим кризисом в мире сейчас. Отчасти да, но я опять же не могу сказать, будет ли этот энергетический кризис, то есть будет ли там нефть стоить по 200 долларов за баррель. Не могу сказать, потому что пока в абсолютном соотношении я подобного не наблюдаю. Но может ли стоить нефть по 90 долларов за баррель? Да, конечно может. Может она под 100 стоит? Да, конечно может. Тут опять же необходимо следить за тем, как американцы будут поступать с целью того, чтобы сбить их внутренний ценный бензин. Либо они экспортеров при чем это конкретно скажут, что экспорт надо сокращать, тогда одним участником рынка, то есть американцам, американцами станет в рынке меньше. То есть не будет поступать американская нефть на внешний рынок, соответственно цена на нефть просто взлетит тогда в такой ситуации. И американцы будут тотально наращивать запасы нефти у себя для того, чтобы в дальнейшем цену на бензин сбить путем роста предложения. Такое может ли быть? Да, такое может быть. Могут ли с Ираны эмбарго снять нефтяной? Да, конечно могут, но будут ли пока вопросы? Тоже 50 на 50 или-или. В ближайшую неделю узнаем, как пройдут итоги заседания между Европой, Америкой и Ираном 29 ноября, если я не ошибаюсь, в последний понедельник текущего месяца. Поэтому не паникуйте, не суетитесь, работайте четко по трендам. Повторюсь еще раз, если вы долгосрочный участник рынка и вы даже понимаете, что в рубль он все равно это сырьевая валюта она будет падать. В любом случае. Крепкий рубль никому нафиг не нужен. Ни экспортерам, ни государству, ни другим лицам. Это понятно всего. Поэтому, чтобы захеджировать свои позиции, да, вы можете покупать валюту и не сутиться лишний раз. Но опять же, если покупать валюту, то лучше покупать валюту не по текущим ценам, а по более низким. А я думаю, рынок еще более низкие цены нам предоставит. Но это будет опять же не сейчас, а чуть попозже. просто некомфортно покупать доллар, к примеру говоря, даже по 69. Ну, некомфортно. По 67 еще очень даже неплохо. Особенно, если нефть будет по 90. Ну, было бы неплохо. Ну, по 70, по 73 не особо. По 69 тоже, по 71 тоже не особо. Вот. Эти факторы тоже надо учитывать. Ну, надеюсь, на ваш вопрос я более детально ответил. Резюме рубль все равно будет падать. Это всем очевидно, всем понятно. Но, у него есть цикл укрепления в рамках сырьевого цикла и потом цикл падения в рамках уже кризиса. А кризис сырьевый мы рано или поздно получим в любом случае. В общем, это надо учитывать. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видеороликом в первом пункте наши телеграм-каналы. Наш телеграм-канал про акции России, США, Китая, валюта, теханализ, торговые идеи. Сразу рекомендую сюда вам подписаться, чтобы быть в курсе событий по рынку акций. Сырьевой рынок наш телеграм-канал. Нефть, газ, золото, серебро, платье на палладе. Внутридненная торговля, внутренедельная торговля, среднесрочная торговля на фьючерсах и на обезличенных металлических счетах. Тоже все здесь мы пишем. Сделки, мнение, аналитика, обозрение и прочее. Тоже подписывайтесь сюда. Облигационный канал, все про рынок облигаций, фундаментальный анализ облигаций и все, что связано с этим долговым рынком. Ну и соответственно банковский сектор и рынок недвижимости. Также у нас имеется в контакт группа и инстаграм-канал. В общем, на эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Кстати говоря, эти же ресурсы имеются в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте телеграм-каналы в четвертом инстаграм-пятом в контакт группа. Тоже подписывайтесь и будьте в курсе их событий, потому что информация, которая выходит там, лишь задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотной стратегии, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...